Привет, друзья! Сегодня хочу вам показать еще некоторые сорта гибриды томатов, которые у меня в теплице растут в этом году. Но давайте начнем с того, про который вы очень многие спрашиваете. Вот я около него нахожусь. Это сорт Ассоль. Такие оранжевые томаты. Это кистеплодный томат раннего срока созревания. Он у нас считается высокорослым, но, как правило, где-то метр восемьдесят максимум. Вот он у меня вырастает. Правда, от макушки я уже прищепнула. Это семена от садов России. И периодически я его сажаю не один раз уже. У меня и мелькал он и раньше в кадрах. Хороший очень томат. Рекомендую. Вот именно оранжевый. Давайте я вам разрежу и покажу, как он внутри выглядит. Сейчас сорвем помидорчик и будем резать. Вот так надрезаю ему, как крышечку. Сейчас сделаю. Ой. Вот смотрите, вот как выглядит внутри этот томат. У него две такие большие камеры. Достаточно много семян. Кстати, я вот уже вот этот выращиваю именно из своих семян, так как это сорт. Вкус у него отличный. Он сладкий. Как видите, очень сочный. И имеет такой слегка фруктовый привкус. Поэтому рекомендую тоже посадить у себя в следующем году томатик. Он очень устойчив ко всевозможным болезням. Приспосабливается к перепадам температур. И в холодную погоду он себя чувствует. И в жару он себя также отлично чувствует. Ну, как видите, второй у меня там такой же тоже еще растет. Но это вот два одинаковых растения. Вот рядом на соседней грядке посажены у меня вот такие вот два растения. Это один и тот же сорт. Оранжевый слон. Это семена от компании Гавриш. Низкорослые томаты, оранжевые плоды. Ну, вот хочу на что обратить ваше внимание. Вот посмотрите. Я не знаю. Может быть, это с погодой как-то связано в этом году. Может быть, конкретно вот уже с семенами. Не знаю. Но на одном кусте, посмотрите, именно крупные плоды идут. Ну, их вот здесь вот в каждой кисти там по четыре. Вон там даже, там дальше три штуки. А здесь вот идут. Смотрите, какая кисть. На ней много мелких именно плодов. А вот выше уже пошла кисточка завязывается. Здесь плоды крупнее. Я не знаю. Может быть, действительно связано это с погодой. Ну, я периодически тоже выращиваю этот сорт. Вам его рекомендую. Он очень вкусный. Вот хотите, сейчас я вам его разрежу, покажу, как он выглядит внутри. Сейчас отрежем его. Они крупные. Они всегда плотно сидят на плодоножке. Смотрите, уже даже сок потек. Вот видите, вот здесь сплошное тоже помидорное мясо, но уже оранжевого цвета. Он очень отлично подходит для соков, для салатов. Семян в нем очень мало, практически нет. Но, в принципе, если вы хотите свои семена собрать, то вполне это можно сделать. Давайте попробуем. Как же без этого? Ну, вот томат оранжевый слон. Это для любителей именно сладких томатов. Никакой кислинки здесь абсолютно нет, но при этом он действительно очень мясистый, очень сочный и в то же время сахаристый. Друзья, просили меня еще показать, какие черри у меня растут в теплице. Ну, вот я вам их показать-то покажу, но название, к сожалению, я не знаю. Вот здесь вот у меня два куста растет. Это вот такой вот оранжевый черри. Видите, как вот усеян весь плодами. Довольно-таки крупненькие черрики. Вот для консервирования, думаю, будет самый отличный вариант, потому что они довольно-таки крепко выглядят. Буду пробовать первый раз. Как раз хочу снять небольшой вам потом рецепт заготовок. Вот помидоры в медовой заливке, и заодно вот их буду применять. И рядом вот еще растет красный черри. Посмотрите, какие у него длинные кисти. Вот одно, вот это вот такая вот, вот еще кисть. Одну я уже кисточку срезала, просто мы в салатик добавляли. Вот хочу сказать, вкус отменный, настоящий такой сладкий черри. Это мне присылали в свое время семена в подарок, без названия. Они так и назывались. Черри красный и черри оранжевый. Поэтому у меня большая просьба, если у кого-то вот растут именно такие конкретно томаты, напишите хоть как-то называются, чтобы я хоть сама знала. Но есть у меня еще один черри. Его я вам показывала в свое время. Это черри эльф. Вот про него я уже тоже говорила, и название знаю. Это гибрид, и он от компании Поиск. Вот здесь вот у меня растет. Это гибрид. Гибрид снегопад. Семена от компании Престиж. Я его выращиваю каждый год, и вам уже вы в разрезе показывали. Сейчас срезать не буду, потому что помидорчики еще не до конца поспели. Он тоже, видите, такого кистевого плана. По несколько томатов завязывается на каждой кисточке. Отличный вкус для гибрида. Поэтому советую для консервации самый хороший вариант. Причем, помните, я вам говорила, что этот томат, собственно, и видно. Вот здесь вот он у меня жировал. Я с этим боролась. Но все равно, несмотря на это, завязей очень даже много. Еще один томат. Это уже высокорослый, крупноплодный. Это сорт. Называется он гигант Новикова. Семена от Сибирского сада. Среднеспелый. Вот как выглядит он на сегодня, на начало августа месяца. Посмотрите, какие у него действительно крупные плоды. Они слегка такие приплюснутые, немножечко ребристые. Вот когда они полностью поспеют, он будет такой, не просто красный, а слегка малинного цвета. Очень действительно такой тяжеловес, вот прям вот ощущается. И посмотрите, что интересно. Вот он у меня растет, веду я его в два ствола. Вот что на этом стволе. Выше поднимаемся, выше поднимаемся, выше поднимаемся. Крупные еще идут завязи. Причем они вот эти еще до конца не налились, еще будут наливаться. И также и вот на этом, на втором стволе тоже у нас идут крупные помидоры. Поэтому действительно вот свое название, я считаю, что он оправдывает. Подходит он и для соков, и для салатов, и можно даже и для томатной пасты. И кусочками также его можно вполне консервировать. Но, собственно, это уже вот у кого как хочется и как фантазия позволяет. Вот рядом растет томат, на нем я вот хочу конкретно остановиться. Видите, у меня вот, собственно, вот на этом ряду у меня растут высокорослые томаты. Почему вот этот низкий оказался здесь? Сажала я, выращивала рассаду, семян, томата Pink Paradise. Тоже от компании Prestige. Знаете, тоже многие, хоть и гибридный, его многие сажают, потому что он такой беспроигрышный. Причем томаты розовоплодные, они-то вообще-то на самом деле бывают и растрескиваются, и капризничают. А он в этом плане себя показывает хорошо. Тоже решила вырастить. И посмотрите, что у меня получилось. Вот такие вот коротышки. Потом я вам и второй покажу один в один. Но при этом, при всем, плоды хорошие, их много. Так что конкретно, как называется, сказать не могу. Я его еще не пробовала. Давайте, кстати, сейчас покажу вам, как он внутри выглядит. Сама заодно попробую. Потому что знаю, что розовые плоды любят многие за то, что у них вот именно тонкая кожица. Они очень нежные для салатиков и так далее и тому подобное. Режем. Ну вот, посмотрите, как он выглядит. Это вот разрез настоящего гибрида. Вот у него раз, два, три, четыре камеры. Довольно-таки такая толстая кожица. Сейчас попробую. Ну, вы знаете, честно говоря, восторга никакого. Да, он сочный. Сладостей мало, кислинки тоже мало, но слегка даже пресный. Поэтому, конечно, вот именно семена из этого пакетика, которые у меня еще остались, я больше высаживать не буду. Вот, смотрите, вот он второй, точно такой же куст. Также на нем много помидоров, но восторга никакого они у меня не вызвали. Еще один крупноплодный томат. Это сорт семена от сибирского сада. Называется бизон черный. Написано, что он среднеспелый. Ну, вы знаете, не знаю, может быть, но пока еще томатики не спеют. Поэтому я их еще и на вкус не пробовала. Первый раз выращиваю. Также они у меня два ствола растут. И также, смотрите, идут, выше идут тоже крупные плоды. В принципе, так вот показывает себя хорошо. Урожайность будет хорошая. Но надеюсь, что и на вкус. В принципе, такие крупноплодные, сортовые, они всегда бывают вкусные. И вот в самом конце, друзья, хочу вам быстренько показать. Это гаспачо. Сорт я про него вам рассказывала, поэтому подробностей не будет. Просто он тогда был практически весь зеленый. А сейчас вот они плоды спеют. При этом, что я уже много красных собирала, закручивала их. А на днях хочу вот еще подсобрать и попробовать завялить, как они будут выглядеть. Ну так, ну скажите, разве это не красавец? Друзья, и вот что я хотела еще сказать. Видите, как раз специально остановился у низкорослых томатов. Обычно я говорила вам, что я их никогда не формирую, ничего у них не удаляю. Но в этом году у нас очень сложное лето, постоянные дожди, сильная влажность воздуха. И вот несмотря на все процедуры, там опрыскивание, обработки, защиту и так далее, все-таки я решила, что постепенно буду освобождать эти кусты, часть листьев убирать, для того, чтобы именно подстраховаться от болезни, чтобы кустики у нас хорошо дышали и проветривались. Советую и вам так же поступать, если у вас погода такая же. Единственное, вот обрезайте листики там, где вот уже висят спелые плоды, то есть где вот эти листья уже выполнили свою функцию, где еще зеленые завязи не налившись, и там, конечно, листочки обрывать и обрезать не надо. Спасибо вам большое всем за просмотр, всем удачи, до новых встреч и пока! Субтитры создавал DimaTorzok